Во всём этом мире, во всех этих процессах, я пока не понимаю, что должно произойти, чтобы мы, ну как человечество, куда-то вырулили. Потому что сейчас этот большой кризис, он просто оголил всё. И на частном уровне, что там у людей повскрывались все их проблемы и комплексы, ну все же люди там, которые, не знаю, кричат что-то за войну или ещё что-то, они же кричат про свои боли, травмы и вот эти все вещи. Так и на уровне мировом всё оголилось, что Европа отправляет нам оружие или детали и вот это вот всё. И поэтому во всём этом я вообще не понимаю, как это может вдруг в какой-то момент развернуться. И мы такие все, как из миров Стругацких, построили вот общество взаимоуважения с ценностью человека, с образованием, с культурой, где все технологии и искусственный интеллект призваны, чтобы действительно облегчить людям жизнь, а человек занимается саморазвитием. Короче, я в это не верю. Я бы очень хотела в это верить. Я бы очень хотела хотя бы бабуленькой это застать. Но мне кажется, это маловероятно. Скорее всего, будем дальше падать куда-то. Все вместе. Всем миром. Ну, это такое, рационально. Это я говорю не то, чтобы мне хотелось видеть. Потому что я не понимаю, за что зацепиться. Как будто бы нет никакой нигде ни идеи, ни устремления. Что касается России, я думаю, что в ближайшем будущем не будет здесь ничего хорошего. Ну, в смысле, не потому что это плохо или хорошо. Ну, потому что, ну, вот оказалось, да, что эти 30 лет старательно весь хлам прятали за шкафами и под столы. А тут домик потрясся и все вывалилось. И теперь, ну, как это может разрешиться в перспективе, там, 10-20 лет, вообще непонятно. Потому что, ну, скорее всего, нужны будут какие-то травмирующие процессы. Москва так просто не сдаст деньги власть. А то, что она всех бесит, это чувствуется везде. В регионах чувствуется, не говоря про такие национальные регионы, как Башкортостан, например. Было стихотворение этого Карима, вот этого их поэта главного, про 37-й. Вообще, по-моему, незаконное. И, в общем, там такая мысль. Башкиры не склоняют головы ни перед какими идеалами, и не создавайте себе типа их. Никто не должен нами управлять, и никаких идеалов. И там на мероприятии все просто хлопали и долго аплодировали. Ну, потому что все устали от этого, и в регионах все устали, поэтому, как это мирно развернется, мне непонятно. Но как будто бы нет людей, которые могут это мирно сделать. Их старательно всех убирают. Поэтому, когда я думаю о будущем вот этом, о таком более глобальном, не про меня, я не очень хочу это видеть. Но, скорее всего, это будет как-то так. Будет все разваливаться, потому что еще не до конца. Начнет сыпаться все и везде. Как в этом сохранить себя? Но как-то я все равно вижу, что вот как-то надо себя в этом сохранить. Не то, чтобы я вижу себя на каком-то безопасном пространстве, типа вокруг все сыпется, а я левитирую в воздухе. Вокруг все сыпется, но мне бы хотелось найти некое такое пространство людей, которым ты доверяешь, с которыми ты вместе что-то хочешь делать. И вот как-то быть с ними. Ну, назовем это сообществом условно, да, вот быть в каком-то таком месте. Или это может быть много сообществ. Наверное, вот в эту сторону. Про создание каких-то связей между людьми и поиск этих людей. Чтобы когда вот это все начнет сыпаться, чтобы ты понимал, что ну вот все равно есть люди, которые вот в этом всем как-то могут устоять. Но нет, я не верю, что Россия будет свободной. Ну, конечно, когда-то будет. Но это будет через очень тяжелые процессы. И сейчас они еще даже не начались.